Всем привет, друзья! С вами Владимир канал Гильдия. У нас сегодня второй день выставки. Должны показывать корабли Aegis. Вот, сегодня у нас уже 23 мая, но выставка у нас за 22-е, потому что у нас даты в Star Citizen начинаются по Тихоокеанскому времени. Поэтому сейчас мы с вами отправляемся снова в выставочный комплекс. Вот. Посмотрим, какие корабли там представлены. Осмотрим корабли. Вот. И, может быть, даже полетаем на каких-нибудь из них. И еще отдельно я хотел записать серию по... отдельную серию по обзору, собственно, Джавелина. То есть отдельную экскурсию записать. Вот. Там, потому что есть кое-какие люди, которые, ну, внутри корабля, которые там что-то рассказывают на английском языке. Это все хотел перевести. Вот. Поэтому... Ну... Да, конечно, прикольно. А где броня? Вот. Поэтому вот, думаю, отдельную серию записать посвященную как раз-таки Джавелину и еще одному кораблю там, который вокруг станции летает. То есть на Джавелине... Джавелину... По Джавелину можно пройтись. Вот. Внутри. Вот. И... Там еще один крупный корабль летает, который можно облететь, по идее. Вот. Так, шаттл приближается. Сейчас мы с вами отправляемся снова в космопорт, а оттуда уже выставочный комплекс. Так. Тоже давай присядем. Где у нас сейчас Джавелин находится? Джавелин сейчас находится у нас... Ну... Включись. Я карту метро Арайзена и так знаю. Вернее, карту воздушного транспорта. Включись. Так. У нас порт Треслер. И... Четыре минутки еще будет Бенгал там находиться. Рядом с портом Треслер. Вот. Потом он куда-то улетит. Ну, я, наверное, экскурсию попробую провести вторым своим персонажем. Вот. Уж порт Треслера довольно-таки далеко. Это Майкротек. Прям туда надо лететь. Ну, давай все по порядку сейчас пробежимся, не спеша по выставке. А потом я загружусь вторым персонажем. И попробую записать серию, отдельную серию, посвященную экскурсии по Джавелину. А в прошлой серии мы уже бегали по Джавелину, но там я вырезал чуть-чуть. Все-таки мне интересно узнать, о чем говорят докладчики. Вот. Мне, кстати, там внутри корабля очень неплохо анимированы. Прям очень неплохо сделали анимацию. Ну, да, прикольно. А что у тебя здесь такое? Медикал. Медицинский халат. Оу, да тут целые запасы медицинского... Медицинских халатов. Налетай, не хочу. По 15 уеков медицинские халаты. Поэтому, если у кого нет денег... У меня 329 тысяч. Почему так много денег у меня? Потому что... Ну, относительно нормально. Потому что у меня есть еще запасной аккаунт, на который я скидывал все заработанные деньги. И там вот накопилось 300 тысяч. Вот. Такой, получается, смесь высокотехнологичного шлема и... Типа... Костей животных. Тут даже какие-то чипы есть, смотри. Прикольно. Можно ее даже пригласить. Это, видимо, девушка. Да, можно ее пригласить. Ну, или это кто-то играет женским персонажем. Можно в друзья пригласить. У нас что написано? Circuit System. Ну, такая интересная особо. Так, приближаемся к выставочному комплексу. Вон он. В облаках в этих желтых. То есть, розовых. Ну, у меня, кстати, персонаж выглядит как-то вот так. В легкой средней броне. Вот. Чего нашлось в инвентаре, то и одел. В принципе, я не особо-то люблю и тяжелую броню, потому что она сковывает движение моего персонажа и все остальное. А когда-то в легкой броне, а тут такой легкий, юркий, но уязвимый. Так, давай посмотрим, что там у нас за корабли представлены сегодня. И какие корабли можно взять в аренду. Так, вижен центр. Народ здесь вот сидит. Коробки с медицинскими халатами. Прям много очень медицинских халатов. В принципе, если все халатики продать, то можно неплохо денег заработать. Ну, как неплохо. Тут, судя по всему, много халатов. Поэтому, если у кого нет совсем денег, то можно пошариться. Вот, как раз по каким-нибудь шаттлам. Вот. И халатики продать потом. Так, ну, здесь вот все так же, как и в прошлой серии. Тут продается мерч. Всякие персонажи NPC-шные сидят. Тут вот статуя такая стоит. Ну, типа, получается, не статуя, а такой вот, получается, интересный очень перформанс. Кто-то даже спрашивает, пытается спросить у администратора. Че да как. Даже военный сюда подошел. К лифту. Ну, а мы отправляемся на выставку. Ну, как бы, да, почти отправляемся. Вы мне дверь нормальную откройте, пожалуйста. Сегодня у нас должны быть представлены корабли Аэджис Дайнемикс. Так, Конвеншн Холл. А, ну, я там уже был. Еще раз побываем. Валкам, Ланч Уэйк, 2952 год. И корабли Аэджис Дайнемикс. Кстати, можно что-нибудь попить, даже купить. И давай вот этого купим. Убери. Так, ну и пожрать, может быть, что-нибудь. Ну, давай еще вот этой воды купим. Тоже уберем. Так, посмотрим, посмотрим, чего у нас сегодня. Какие залы открыты. Так, центральный зал. Так, получается, The H5. The H2. И внизу тоже у нас что-то здесь такое представлено. Аэджис Вулкан и Аэджис Наутилус. Будут два концепта еще. Посмотрим. Так, вот этот хороший, интересный кораблик, который раньше был концептом. Это у нас Аэджис Редимер. Можно, кстати, взять в аренду. Попробовать. Давай возьмем в аренду. Отлично. Аэджис Редимер. Очень неплохой кораблик. Вот. Можем даже сейчас вовнутрь войти. Тут, кстати, открыто. Вот уже кто-то здесь есть. Привет. Вот тут спальные места. Бар. Можно подняться выше. Оружейка. Все здесь у нас открывается. Почти открывается. Что-то не открылось. Так. Турель. Ну, место пилота. Еще два дополнительных места. В том числе турили, которые дистанционные. Вот здесь у нас инженерный отсек. Все дела. Какой неплохой кораблик. Ну, кстати, он неплохой кораблик для... Для... Многочисленного экипажа. Конечно, для одного человека. Это будет все равно жирный корабль. Ну, смотри, уже воду рассматривает. Погоди, а можно взять? Можно. Я возьму тогда. Так, погоди, а вот это можно? Можно. Я то, что возьму. Так, а пивко? Погоди. И вот еще. Погоди, давай откроем. Там и хапчик какой-то есть. Во, смотри. Можно взять? Так. А, ну это закрылось. Кхе-кхе-кхе. Погоди. Во, смотри-ка. Давайте все заберем. Так, ну, пивко я тоже заберу. Какую-то курицу я тоже заберу, пожалуй. Ахе-кхе. Какие-то баночки давай заберем. И вот еще что-то. Ну, зашибенно. И что-то даже можно попить здесь. А, это сок даже. Давай попьем сок. Ты пить-то будешь свой сок? Алло. Дринк. Вот, смотри-ка, отлично. Но все, жажда почти утолена. Жалко, что у нас в магазине не продается подобный сок. Так, плейс. Давайте все дело поставим. Вот. Так, да посмотрим, какие там еще корабли есть. Ну, тут, садик, мы неплохо здесь прибарахлились. Че у меня тут есть такое? Ну, аж на 57% рюкзака. Так, аэджис хаммерхэд я брать не буду. И, кстати, мы его можем посмотреть и в Лорвиле. Тут у нас аэджис сейбр. Тут неплохой корабль и истребитель. Давай возьмем. Это, короче, стелс-корабль. Так, это у нас аэджис ретелиэйтер. Большой торпедный корабль. Неплохо можно сражаться этим кораблем против крупных кораблей противника. Так, ну, ретелиэйтер я не буду... Ну, кстати, можно посмотреть его изнутри. Давай как-нибудь поднимемся, наверное. Где-то должен быть лифт. Так, вот элевейтер. Да бля, мне не нужен ли рент? Мне лифт нужен. Это корабль тоже предназначен для нескольких членов экипажа. Так, шлюз. Кстати, кто-то обещал, что этот корабль переделает. Но пока еще не переделали. Инженерный отсек. Здесь у нас тоже какое-то рабочее место. Торпеды. Сейчас мы на них тоже посмотрим. Вот такие огромные торпеды девятого размера. Прям хватит кораблю какому-нибудь по щам надавать. Тут у нас, видимо, турель. Да, турель. Так, это, видимо, оружейка. Еще одна турель. Так, ну и где-то здесь есть вход. Так, вот это что такое? Да, ну это вход на турель. Ну и в кабину пилота здесь тоже где-то есть вход. Палуба А. Снова торпеды девятого размера. А, ну и вот кабина пилота. Ну вот такой вот рит... А там спальные места наверху. Туда не пойдем. Давай найдем лифт, спустимся. Хотя, можно, наверное, и через шлюз выйти. Вот так. И посмотри другие корабли. Так, тут у нас тоже какой-то корабль представлен. А, ну это Сейбр Комет. С лазерными орудиями. Ну, такой себе, конечно. Давай глянем, что у нас располагается внизу. Какие-то, наверное, концепты. И потом еще осмотрим два зала. Ну, поэтому уже с тобой и видели и на прошлой выставке. Интергалактик Аэроспейс Экспо. Вот эти же, в принципе, корабли выставлял. Аэджис Дайнэмикс. Вот, в том числе и Хаммерхэд. По-моему, там только Редимир. А, не, Редимир там тоже был. Тут что-то у нас ничего нету. Активно здесь, смотри-ка, интересуется. Где же это находится? Интересно. Интересно. Надо подумать. Да, ёмы, где же я нахожусь-то? Смотри, мы точно здесь. Да, дела, дела. Это вот здесь, а это вот эта кнопочка вот здесь. Да, ага. Такое, ничто оно непонятно. Ёпта, да где же мы вообще находимся? Надо почесать затылок. Непонятно ничего. Так, лор. Выставок. Тут у нас чё-то ничего не представлено. Какие-то два брата-акробата. Охранница. Приветик. Так, давай посмотрим на концепты. Так, концепт номер один. Аэджис Дайнэмикс. Майн-лайн-лайер. А это, наверное, минер. Да, это, наверное, минный корабль какой-то. Корабль, который создаёт минное поле в космосе. Опасная вещь. И здесь у нас представлен Аэджис Вулкан. Средний ремонт. И средний дозаправщик. Тоже неплохо. На замену, наверное, Старфареру. Ну, и типа как более мощная версия Старфарера. Тогда глянем, что-то у нас в следующих залах находится. Ну, и что-то возьмём ещё в аренду. Ритейлейтер я не хочу брать в аренду, потому что... Уж не нравится он очень мне. Так, давай пойдём вот сюда. В Зенитс Холл 2-3. Глянем, чего там такое. Что можно взять, поюзать? Чёрт, куда-то я прям за микрофон сел. Так, тут, по идее, должен был быть корабль какой-то. Но от него только шасси. Давай, почитаем, что здесь за корабль такой должен был быть. Здесь должен был быть Сквадрон 999 F8 Lightning. Но тут только шасси теперь. Так. Охранник. Снова у нас униформа флота. Так. И что у нас здесь представлено? Ага, тут у нас... Ну, не так, что много кораблей, на самом деле. Здесь у нас разные виды... Авенджер, Титан, Ренегат. Разные виды Титанов. Давай, кстати, Ренегат возьмём на инваренду. Полетаем на нём. Так, это у нас чего? Аэджис просто Титан. Так, а здесь у нас чего? Сталкер. Сталкер это у нас кораблик... ...для охотников за головами. Ну да. Сюда помещаются... ...заключённые и везутся. Так, в общем-то... ...не сильно проработана, так сказать... ...механика заключённых. Ну, перевозки заключённых. Вот. Тут у нас... ...эклипс. Вот, эклипс я, наверное, взял бы. Это... ...короче, стелс-бомбардировщик. А? При помощи мощных, крутых ракет или даже торпед поражает крупные цели. Здесь у нас... ...варлок. Наверное, стоит взять. В бесплатную аренду пускай будет. Варлок чем хорош? Тем, что... ...можно взять некоторые корабли на абордаж. Вот. Ну, пока что это как бы... ...то есть ты подлетаешь на варлоке, выпускаешь... ...при помощи ЕМП... ...мощную... ...так сказать... ...ну... ...создаёшь мощное поле электромагнитного излучения... ...и... ...обесточиваешь чужие корабли. Так, здесь у нас... ...гладиус-вариант. Кстати, минус у гладиусов... ...это то, что у них очень мало топлива... ...на борту. Нельзя взять в аренду. Ладненько. Надеюсь, эта ошибка не будет распространяться на... ...другие корабли. Иначе это будет печальненько. Так, давай посмотрим у нас... ...тут ещё должны быть какие-то залы. Этот мы зал посмотрели. Два. И... ...третий зал. Третий зал есть. Нет. Третий зал закрыт. И ещё один зал какой-то должен быть... ...другой стороны. Давай туда и отправимся. Вот такая вот выставка. Ничего необычного. Похожие выставки мы уже видели. Вот. Крупнейшие выставки это... ...Интергалактик Аэроспейс Экспо. Там вообще выставляются все корабли. Ну и... ...военная выставка Инвиктус. Вот. Аэроспейс Экспо. Он... ...выставка где-то в ноябре, по-моему. Тут у нас... ...тоже... ...999-й полк. 999-я эскадрилья. Вот. Снова люди в военной форме. Милая охранница. Приветик. Здравствуйте. А можно с вами познакомиться? Нельзя, да? Вы на службе. Оставь телефончик. Я зайду позже. А, ну... ...и остальные корабли. Здесь у нас... ...получается... Ого! Вот это орудие. Аэджис Ван Гуард Харбиндер. Было бы, кстати, очень интересно... ...поюзать его. Так. Вот это пушка, я бы сказал. Здесь тоже орудие. Немаленькое. Хоплит Ван Гуард. Здесь у нас чего? Варден Ван Гуард. Здесь можно забежать, посмотреть внутри. Ничего такого нет здесь. Вместо пилота. В общем-то. И... ...все. Тяжелый истребитель. Кхе-кхе. И... ...сентинел. Аэджис Ван Гуард Сентинел. Вот. Такая вот выставка. День второй. Будем ждать остальных кораблей. Вот. Что-то наземную технику никакую здесь не представили. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вставляйте комментарии. С вами был Владимир Ханал Гильдия. И это у нас второй день Инвиктус. Вот. Я сейчас хочу записать со второго... ...со второго аккаунта... ...экскурсию по... ...а Эджис Джавелин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok